В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Все для безопасной езды. На федеральных трассах Северного Кавказа продолжают внедрять инновационные шумовые разметки. Что они представляют из себя, расскажем через несколько минут. Новые технологии, аварийность на дорогах республики и как изменить ситуацию. О чем еще говорили на пресс-конференции в ГИБДД по Дагестану, смотрите в выпуске. Именитые борцы 12 стран на одном ковре. Лидеры дагестанской сборной выступят на 53-м борцовском турнире памяти Али Алиева. Трое тяжелобольных доставлены в Махачкалу вертолетом санавиации из села Кидыро Цунтинского района. Об этом сообщает Дагестанский центр медицины катастроф. Все они получат квалифицированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях столицы. У одного из пациентов закрыты черепно-мозговые травмы в результате ДТП. Второму поставили диагноз инфаркт миокарда. У третьего – желудочно-кишечное кровотечение. В Кителюртовском районе начато строительство крупного современного мясокомбината полного цикла. В торжественной церемонии закладки первого камня на объекте присутствовал и премьер-министр региона Абдул-Муслим, Абдул-Муслимов. Мощность предприятия составит до 5000 тонн сырья в год. Общий объем инвестиций – более 1,5 млрд. рублей. Напомним, под реализацию этого проекта республика выделила 17 гектаров земли. Оттуда 25% – это наши республиканские средства, остальные средства – это средства Росагравизма. Мы работаем в честную, мы работаем в прозрачную, поэтому все идет по плану. И надеемся, что у нас этот проект состоится. Я вас поздравляю с запуском такого прекрасного объекта, точки роста на территории Кизинюртовского района. Я надеюсь, она будет высококачественной и востребована, как на российском рынке прежде всего, и потом, конечно, и на международном рынке. В первый этап входит строительство цехов по убою 50 голов крупного рогатого скота и 700 голов мелкого за сутки. Это и производство колбасных изделий, консервов и обработка кишечного сырья. А вторым этапом предусматривается создание мощностей по переработке молока, шерсти и мясокостной муки. На федеральных трассах Северного Кавказа продолжают внедрять инновационные шумовые разметки. Дорожное ноу-хау представляет собой небольшое количество выпуклых полос, объединенных в блоке, которые вызывают вибрацию при проезде по ним автомобиля. Специфические ощущения от наезда на шероховатости составляют водителя уменьшить скорость движения и максимально сконцентрироваться. Особенно полезны они в ночное время. По словам экспертов, это должно помочь, например, в ситуации, когда автомобилист задремал или отвлекся. Шумовые полосы обычно устанавливают на дорогах, где нет возможности ставить барьерные или тросовые ограничения. Каждая линия имеет уклон со стороны направления движения автомобилей для обеспечения более плавного проезда по ним. Полосы устараивают на всю ширину проезжей части из холодного пластика для дорожной разметки с добавлением стеклошариков в целях повышения визуального восприятия в ночное время. Данная мера повысит безопасность не только водителей, но и пешеходов. Полосы оборудованы вблизи перехода. Введение всех новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, проведение профилактической работы с водителями и пешеходами. Об этом мы и многом другом говорили на пресс-конференции в ГИБДД Республики. Продолжение темы. Сюжет Карима Гамаева. Более 400 аварий, 87 погибших, и это только за прошедшие 4 месяца. О том, кто и почему чаще всего страдает из-за беспечности водителей, рассказал руководитель ГИБДД региона. Если вы нарушаете право должности, то вы создаете угрозу не только для себя, но и для других окружающих вас водителей и пешеходов. И особо хочу обратить внимание на то, что продолжаются у нас дорожно-транспортные происшествия, в которых страдают дети. Дети-пассажиры. Мы с вами уже говорили о том, что 84% в республике – это ДТП с участием пассажиров в автомобилях. Профилактические беседы, начиная уже со школьной скамьи. Все возможные меры для уменьшения количества аварий на дорогах ГИБДД принимает. Для наказания злостных нарушителей применяются современные методы и комплексы. Уйти от наказания за провинность на дороге скоро станет практически невозможно. На следующей неделе к нам в республику по контракту прибывают коллеги с фиксацией правонарушений, связанных с тем, которые я перечислил, коллеги из Краснодарского края, с которыми у нас будет заключен контракт на выявление правонарушений с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уведомления о нарушениях приходят каждому водителю. Но действенно ли это наказание – вопрос достаточно спорный. Почти 13 тысяч нарушений – это плюс 20% в прошлом году. Наращивали усилия в прошлом году тоже по профилактике этого вида нарушений. В этом году продолжаем эту работу. Но, к сожалению, штрафы не оказывают на нас никакого влияния. Самое главное, что должен помнить каждый водитель, считают специалисты, это то, что он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других. И с этим трудно не согласиться. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. Более 20 духовно-образовательных учреждений приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Мероприятие проходило в стенах Дагестанского гуманитарного института. Участников поддержали представители власти, общественники и религиозные деятели. Конкурс проходил в три этапа. На каждом из них нужно было ответить на вопросы относительно истории России, конфессиональных отношений и религии. Очень важно, чтобы эти люди знали не только религозные знания, а чтобы они знали и светские знания, чтобы они знали законодательство и, значит, умели гармонично сочетать и то, и другое. Если бы конкурс такой не проводился, мы бы сами самостоятельно с подобными темами самостоятельно вряд ли бы начали готовиться к ним. За это помогает. По итогам игры первое место заняла команда из Нечаевского медресе Кизелюртовского района. Второе место у медресе имени Юсупова города Хасавюрт и тройку замкнули учащиеся медресе имени шейха Мухаммад Арифа из Махачкалы. Победители и призеры получили денежные вознаграждения и грамоты. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. А в Махачкаре подвели итоги книжного марафона, который длился ровно 100 дней. За это время молодые ребята из 100 произведений в 10 жанрах должны были прочитать наибольшее количество книг. За время проведения марафона книголюбы встречались и обсуждали прочитанные книги, детективы, фантастика, классическая литература, психология и многое другое. Из религиозной литературы была представлена книга Муфтия Дагестана «Благонравие праведников». В каждой книге, конечно же, хранится очень много тайн, хранится очень много ответов. С книгой можно окунуться в свой маленький мир. Книга – это святочь нашей жизни, это дорога, которая показывает, как можно провести свою жизнь. И именно в книге мы можем открыть для себя новые границы, новые приключения и прожить новую жизнь. По итогам марафона победитель получил сертификат на 30 тысяч рублей. Организаторами и спонсорами мероприятия выступило Управление по спорту, туризму и работе с молодежью совместно с общественным движением «Активный гражданин». Здесь мы развивались и по книгам философии, какой-то часть истории, у нас военная тематика тоже была детектива, это, так скажем, развитие оптики и религиозной части. То есть мы развивались по всем сторонам. И пусть то, что мы прочитали за все это время, принесет нам лозу. 45 детей из Луганской Народной Республики отдыхали и учились на берегу Каспийского моря в Республиканском центре образования «Солнечный берег». Приезд детей был организован при поддержке женского движения «Единой России». Программа для детей была подготовлена довольно-таки насыщенной. Затем, как проводили ребята время, наблюдала и наша съемочная бригада. Национальные танцы, радушные приемы и море положительных эмоций. Группу детей из Луганской Народной Республики в Дербенте встречали выступлениями хореографического коллектива «Гюнеш» и воспитанников школы эстетического развития «Гном». Каждый ребенок верит и ждет, мир на Донбасс непременно придет. Ребята очень долго ждали эту поездку. Им очень нравится, они с удовольствием сейчас слушают. И хочется сказать слова благодарности министру образования Республики Дагестан и члену женского движения «Единой России» Зумруд Камиловны Бучаевой за то, что организовали нам вот такую поездку. Знакомство с самым южным городом России для детей начинается с крепости Нарын-Калам. Экскурсоводка типа Талибова погружает ребят в атмосферу древнего города. Крепостные стены и отдельные объекты архитектурно-археологического комплекса, конечно же, производят на ребят большое впечатление. И тут главное не упустить возможности вовремя сфотографироваться, ведь увиденным сразу хочется поделиться с родителями и друзьями. Море ярких впечатлений, радости. Будем всем хвастаться, что мы были в Дербенте и нам удалось попасть в эту крепость. В школе номер 20 ребят встречают участники российского движения детей и молодежи «Движение первых». Экскурсия по музею нормного поэта Дагестана Расула Камзатова, знакомство с его творчеством, подписание соглашений между клубами «Большой перемены» Луганска и Дербента. И вот ребят уже ждут за столом, накрытым традиционными национальными блюдами. Руководство школы же всем детям подготовили памятные сувениры, которые будут напоминать им о нашем горном крае. Мне понравилось то, что мы были в крепости. Понравилась еда в школе чуду. Вообще было весело в поездке. Экскурсия по крепости понравилась. Под конец экскурсионного дня самая масштабная встреча. Экраноплан «Лунь» встречает детей уже при свете заката. И от этого он казался еще величественнее. Коллективное фото и морские камешки на память. Такую традицию вел Евгений, а остальные ему дружно помогают. Патима Тханапова, Зарипат Курмагомедова, Курбан Сфарбеков, Вадим Шамхалов. Новости ННТ. Дербента. Установить зубы за два дня. В Махачкаре набирает популярность инновационная технология «Оланфон», возвращающая полноценную улыбку даже самым отчаявшимся пациентам. Подробнее в следующем сюжете. Быстро вернуть утраченные функции жевания, обрести красивую улыбку и уверенность в себе. Стоматологическая клиника «Метод Дент» запустила акцию рассрочки по нормам ислама, сделав еще более доступным уникальный метод восстановления зубного ряда. То есть произвести протезирование под ключ можно буквально за пару дней. На перечной консультации мы проводим осмотр, далее проводим диагностику полосерта. К нам в клинику обращаются с двумя основными жалобами. Это потеря функции и потеря эстетики. В нашей клинике проводится имплантация любой сложности. Но сегодня хотелось бы поподробнее рассказать о концепции ООНФО. Данная концепция подразумевает установки на челюсть всего четырех имплантов. Далее мы на него устанавливаем временный протез, а затем и постоянный. Импланты не выпадают при жевании, разговоре или смехе, как, например, съемные протезы. Преимущество методики в том, что подходит она не только возрастным пациентам, но и молодым. Такое протезирование позволяет сохранить привычную дикцию и не влияет на вкусовое восприятие. Данная концепция ООНФО подразумевает установку четырех имплантов без дополнительных манипуляций, таких как костная пластика, которая подразумевает более длительный послеоперационный период. В послеоперационном периоде нас ожидает незначительная боль новичного характера, также незначительные отеки. В процессе процедуры вы будете чувствовать тактильно, что я что-то делаю, а так боли вы чувствовать не будете. Все это будет проходить под местным обезболиванием. По словам специалистов, метод ООНФО хорош по соотношению цена-качество. Благодаря компьютерному моделированию протезирование происходит в несколько быстрых этапов. Но, как правило, самый волнительный момент для пациента – это последняя стадия имплантации, замена временных протезов на постоянные. Моя работа заключается непосредственно в том, чтобы после установки имплантатов при полном отсутствии зубов в течение 1-2 дней пациент ушел зубами. В течение 3 месяцев он будет ходить с временными коронками, далее будет устанавливаться постоянная конструкция. Рекомендации максимально простые. С временной конструкцией пациент ограничивается употреблением твердой пищи, тщательной гигиеной полости рта и, в принципе, все. Мы используем разные системы имплантатов – от бюджетных до премиальных имплантатов, выбор которых основывается от разных клинических случаев. Клиника Метадент предлагает весь спектр стоматологических услуг. Акция «Рассрочка без переплат» до 6 месяцев через Ляриба финансную имплантацию продлится до 10 июня. Более подробно на любые вопросы специалисты готовы ответить по телефону 8-963-411-1133 или по адресу город Махачкала, улица Титова, дом 2. Ларьяна Шемхалаева, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. И о спорте. В Махачкале состоялся ежегодный турнир по мини-футболу среди цахурской молодежи. Состязания посвятили памяти участников Великой Отечественной войны. На соревнования прибыли 16 команд из Рутульского района, Кизляра, Бабайорта, а также была дружина из Ростова-на-Дону. Турнир призван сплотить молодежь выходцев из разных сел и городов. Матчи обслуживали судей республиканской категории. Также всех участников угостили вкусным пловом. Сам тоже я не молодой, как видите, но по мере возможности стараюсь каждый год участвовать сам и сыновьями. Для здоровья, для объединения нашей молодежи очень даже нужная и полезная вещь. Команды разделили на четыре подгруппы. По две лучшие вышли в плей-офф. В финал пробились коллективы «Атагай» и «Гельмец». В уборном матче со счетом 2-0 победу одержали первые. Бронза у команды – сахуры из поселка Тюбе. Победителей призеров наградили представители Муфтията и Минспорта республики. Общий призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Благодарю Всевышнего Аллаха, аль-хамду лиллах, за все блага, которые Аллах нам дает. То, что мы можем на таких прекрасных мероприятиях собираться. На самом деле это мероприятие нас объединяет. Это самая важная цель наша. Вы это уже сделали, свою цель выполнили. Поэтому я вас всех поздравляю, всех участников, всех организаторов. Это ваш вклад, личный вклад в объединение нашего народа. Мы братья. Если кто-то кого-то там зацепил, что-то не так высказался, большая просьба подойти, извиниться, пожать руки и дальше двигаемся. А лидеры дагестанской сборной выступят на 53-м борцовском турнире памяти Али Алиева. Соревнования с участием около 200 спортсменов из 12 стран стартуют в пятницу в Каспийске. Команду хозяев ковра представят около 50 борцов. Среди них чемпион мира Абазгаджи Магомедов, который дебютирует в олимпийском весе до 65 килограмм. Также на ковер Алиевского дворца спорта и молодежи выйдут чемпион мира Европы Загир Шахиев, чемпион Европы Курбан Шираев и другие именитые спортсмены. Для них и многих других наших борцов участие в предстоящем турнире станет проверкой сил перед чемпионатом России, который пройдет во второй декаде июня также в Каспийске. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин